Всем привет! С вами вновь подкаст «Хочу в Геймдеф», и сегодня у нас полуюбилейный выпуск, мы разменяли четвертак, у нас сегодня 25 выпуск подкаста, и с вами, как всегда, я, Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии в Центре развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУФШЕ, где мы уже более шести лет учим людей создавать игры, и ближайший курс запускается уже вот буквально-таки завтра, 27 мая, приходите к нам учиться на нашу девятимесячную программу, где вы сможете попасть в Геймдеф и создавать собственные игры. С нами научный руководитель нашей образовательной программы, игровой продюсер Константин Сахнов. Костя, привет! Слава, привет! Привет, дорогие друзья! И морально с нами Олег Добраштан, он сейчас в отпуске, но морально он нас поддерживает, и скоро мы его вновь услышим. И сегодняшний наш выпуск, 25-й, мы посвятим такой популярной, интересной, востребованной профессии, как разработчик игр на Юнити. Мы уже рассказывали про профессию разработчика игр на Анриэле, и вот давайте сегодня разберем профессию разработчика игр на Юнити. Это одна из самых распространенных, наверное, востребованных профессий в Геймдефе, и если открытие вакансий, то там точно-точно на глаза попадется много-много вот вакансий разработчик игр на Юнити с разными приставками к этому делу. И о том, какие разработчики бывают, что собой представляет эта профессия, и как в нее попасть, нам сегодня расскажут наши замечательные гости. Антон Керп из FrostGate Studio, Middle Unity Developer в FrostGate Studio. Антон, привет! Здравствуйте, приветствую. И Евгений Дубовик, Lead Developer, Kephir Studio. Евгений, привет! Привет, привет. Ну что ж, давайте с вами начнем, наверное, с рассказа о том, как вообще вот вы, наши уважаемые гости, попали вообще в эту профессию, как вы прошли свой путь и чем занимаетесь сейчас, Евгений. Вот Kephir Studio очень классная компания, кстати, мне очень нравится. Я играю в ваши игры, которые вы как девелопер программируете, да, вот, и создаете. Расскажи, а как вот попал в профессию, когда и как прошел твой путь? На самом деле, я один из тех, которых называют свитчерами. То есть, на самом деле, я не имею ни специального образования в этой области и, собственно говоря, до 2017 года не занимался коммерческой разработкой на Unity. Поэтому, и, ну, я шел к этому сознательно. Я до 2017 года очень активно участвовал в инди-проектах и, в принципе, всегда стремился в геймдев-разработку. В коммерческую разработку я пришел, да, где-то в 2017-м, в компанию Azure Games. И, на самом деле, мне кажется, как и многие первые разы, это в том числе благодаря какой-то удаче, потому что, мне кажется, собеседование я завалил более чем полностью. Но я показал свой пет-проект, платформер. Он выглядел достаточно прикольно и, в принципе, был довольно играбельным. И я думаю, что это сыграло в том числе, там, ключевую роль. Поэтому, в принципе, я, знаю и как слышал, ну, большинство качественных трудоустройств именно связано с тем, что показываешь свой пет-проект. Поэтому, если вы хотите пойти куда-нибудь джуном или, в принципе, устроиться в геймдев, то имеет смысл начать все-таки сделать какой-то свой проектик, чтобы потом ходить уже по собеседованиям и показывать в том числе какие-то наработки. Слушай, совпало сразу и про пет-проект, и про платформер. Уважаемый наш слушатель, если вы хотите как раз как Unity-разработчик попробовать свои силы и поучаствовать вот в таком вот инди-проекте на энтузиазме с командой, в частности на платформере, то одна из игр наших слушателей, платформер ProMayaVelm, сейчас как раз находится в поиске такого энтузиаста, который хотел бы попробовать свои силы как Unity-девелопер в команде из более чем 10 человек, который уже скоро приведет проект как раз к релизу и получить как раз в портфолио свой опыт, с помощью которого уже трудоустраиваются. Ну и также еще у нас вообще слушатели много проектов делают, поэтому если вы хотите постажироваться, то пишите мне в личку, мои контакты есть в описании нашего подкаста, и я вас познакомлю с руководителями команд, где сейчас нужны Unity-разработчики постажироваться, поработать на энтузиазме для портфолио над интересными нарративными играми. Спасибо, Евгений, за рассказ, это очень воодушевляет, потому что по моему, скажем так, опыту, глядя на наших слушателей и выпускников, я тоже очень сильно вижу, что создание собственной игры это один из классных путей в индустрию, попробовать все пройти самому как инди-разработчик и дальше уже в компанию с портфолио. Самый оптимальный путь, потому что, в принципе, зайти на позицию разработчиков в геймдев-индустрию, особенно со стороны джуниора, младших составов, очень сложно, потому что игры это в том числе про деньги, и на самом деле большинству компаний выгодно брать крутых разработчиков сразу, которые придут, ворвутся в проект. Я к тому, что именно джуну очень сложно, но даже много всего знать нужно сложно, я к тому, что именно зайти с точки зрения своего пятпроекта, именно показать, что ты действительно что-то сделал, это очень сильно повышает шансы на трудоустройство, потому что ты видишь, что человек не просто там нахватался на каких-то собеседованиях, каких-то терминов, тезисов и там начитался книжек, а что он действительно все это попробовал в деле и имеет какой-то практический опыт и желание в этом всем врубаться. Ну, кстати, это однозначно, и на нашей образовательной программе «Менеджмент игровых проектов» как раз во время обучения слушатели объединяются в команды, делают свои игры. Если вот вы смотрите нас на нашем YouTube-канале, то можете зайти в видео, у нас недавно был питч проектов наших слушателей, более 30 проектов, они инвесторам презентовали свои, и вы можете посмотреть, какие игры как раз наши слушатели сделали или там сейчас в процессе. Ну что ж, Антон, расскажи, пожалуйста, как прошел твой путь в игровую индустрию, когда ты в нее попал? Это получилось абсолютно случайно, тоже где-то примерно в 2017 году. Я не то чтобы даже в геймдев не собирался попасть, я даже не собирался быть программистом, вообще работать с компьютерами. Я думал, что я стану инженером, и жизнь к этому успешно шла. Но в какой-то момент в институте я учился на матфаке, у нас было очень много разнообразного программирования, компьютерной графики, всяких таких интересных вещей, и как-то в процессе я очень сильно втянулся во все это дело, и помаленечку там как-то делал свои маленькие там игрульки, игры. И как-то ближе к концу обучения у меня резко начала падать стипендия там из-за определенных моментов. Я подумал, что пора бы уже найти какую-то там себе работу. Разместил, собственно говоря, резюме. И так получилось, что как раз в это же время у меня в родном городе, в Красноярске, тоже открывалась очередная геймдев-студия, куда как раз требовался программист на Юнити. Я даже туда резюме свое не отправлял, я вакансию видел, но решил повремить, потому что опыта у меня как-то такого большого с Юнити не было. Но мне написали лично, позвали на собеседование, я выполнил тестовое задание успешно и начал свой путь в геймдеве в компании Дикавир, которая занимается разработкой Матч Три Игр. Проработал там почти три года, два из которых в позиции тимлида. Разрабатывал проект Сплмайнд от самого начала до релиза. И после релиза я решил компанию покинуть. Дальше ушел на полгода в свободное плавание, занимался стартапами. Пока не началась пандемия, после этого пришлось со стартапами маленько завязать. На стартапах я разрабатывал также мобильные игры, портировал игры с десктопов на мобилке, делал гиперказуальные проекты для одного проекта, для наборов гаджетов для Event 2.3. То есть у нас была команда, люди, которые делали специальные гаджеты, на Arduino программировали их, паяли. Я помогал писать гиперказуальные игры на Юнити, вот как-то для этих гаджетов. И третье направление – это была разработка промышленного тренажера по чрезвычайным ситуациям для предприятий, для гарнитур дополненной реальности, в частности для HoloLens и для Magic Leap. И плюс мы успели сделать прототип для ARCore от Google и ARKit от Apple. Потом уже появился в Юнити AR Foundation, и мы уже как-то все это вместе объединили. У нас получился прототип для Apple, и также потом мы полноценно переехали на гарнитуру Magic Leap, портировали, в общем, для этой гарнитуры наш проект. Но из-за пандемии появились большие сложности с финансированием, с инвестированием, и люди, которые за это отвечали, начали управлять себя с не самой хорошей стороны. И я подумал, что, наверное, мое приключение в этом стартапе уже должно быть закончено. Это был очень прекрасный опыт. И после стартапов я пару месяцев дал себе передышку, активно также учился, проверял различные технологии, в общем, набирался опыта, и начинал решать очень большое количество различных тестовых заданий тоже, чтобы просто набить руку, чтобы прям вот чувствовать себя максимально уверенным, опытным разработчиком. И в какой-то момент решил, что пора уже двигаться дальше, найти себе новую студию какую-то, где было бы много опытных сотрудников, с которыми я мог обмениваться опытом, которых мог бы учиться. И в итоге мои поиски привели меня в студию FrostGate, где я до сих пор работаю, работаю над их флагманским проектом Dead State. И также параллельно я занимаюсь инди-разработкой и с недавнего времени еще пробую себя по фрилансе, выполняю различные задания на заказ. Ох ты, ну ничего себе, Антон, у тебя жизнь прям это, все попробовал, что только можно, как разработчик на Unity. Мне почему-то это, когда Ардуины, гиперказуальные игры в одном предложении, мне почему-то представляются игры на кофеварке, или на электронной сигарете. На первых этапах так это примерно выглядело, но потом все, все, да, заиграло более приятными красками. Но, к сожалению, делать гиперказуальные игры мне было не очень интересно, поэтому я решил двигаться дальше и пробовать себя в новых каких-то направлениях. Да, слушай, ну очень интересный путь. Давайте теперь с вами поговорим о том, что вообще это за профессия такая. Вот смотрите, вы уже опытные Unity-разработчики, но есть же джуниоры, которые приходят к вам на работу, вы сами там 5 лет назад тоже начинали свой путь. Чем вообще занимается начинающий Unity-разработчик? Вот как проходит его день? Ну какие задачи решаются на этой позиции? Вообще это очень сильно, очень сильно зависит от размеров студии, потому что, как правило, чем меньше студия, тем больше обязанностей падает на одного сотрудника. И, как правило, даже джуниоры в каких-то маленьких студиях, где команды до 10 человек, они занимаются вообще почти всем. Они там и логику программируют, и эффекты делают, и анимации анимируют, чего только на их плечи не падает. Да, точно. Да, вот если говорить про какие-то более крупные студии, там уже, конечно, все это более разделено, ответственность как-то более аккуратно поделена между сотрудниками, и, как правило, начинающие джуниоры, которые приходят на свои позиции, им доверяют какие-то баги несложные, какие-то, возможно, визуальные огрехи, какие-то визуальные фичи тоже небольшие, добавить тут какую-нибудь сверкашку, тут какой-нибудь компонентик сделать, и всякие вот такие вот очень маленькие модульные штуки, которые не могут сильно навредить проекту, и которые бы они сильно нагрузили начинающего специалиста. Мне кажется, еще очень сильно зависит от леда, за которым закреплен джун, потому что, да, если поначалу скидывают всякую мелочевку, то потом, на самом деле, очень сильно зависит от леда, если лед заинтересован в развитии, то могут дать и более какие-то серьезные задачи. Если у леда там все горит и нужно просто делать, то могут давать просто всю подряд черновую работу, которую не успевают делать более старшие коллеги. Слушай, а что чаще бывает, что это, что все горит или что джуна растят? Ну да, вот тут на самом деле зависит от размера компании, зависит от того, насколько у старшего коллеги выработан комплекс учителя, или насколько, в принципе, принята атмосфера в компании. Потому что я работал и как и в токсичных коллективах, и, в принципе, многие, ну, такое есть наблюдение, что программисты, на самом деле, довольно токсичные люди и не любят глупых людей. Вот, я бы так это сказал. Ага, людей, которых они считают глупыми скорее. Да, людей, которых они считают глупыми. Да, 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 именно так. Да, поэтому, на самом деле, конечно, очень сильно зависит от коллектива. Если коллектив адекватный и так далее, то, скорее всего, джуна будет растить и, в принципе, наоборот, радоваться его росту и как-то, да, подталкивать его. Поэтому очень сильно зависит от коллектива. Я бы очень хотел заступиться за программистов сейчас. Да, да, да. Потому что вот высказывание о том, что многие программисты токсичные, мой опыт, по крайней мере, подсказывает, что токсичные программисты – это программисты, которые не обладают достаточным профессионализмом в своей какой-то сфере, в своей должности. Потому что я успел побегать тоже по большому количеству собеседований. И обычно отказывался я, когда общался с темледами и с другими там сотрудниками, за счет того, что я видел их уровень. И при этом, да, они как раз себе вели этому уровню соответствующее. То есть проявляли тоже такую токсичность, надменность. Хотя, по сути своей, ну, права такого у них нет. Потому что объективно их уровень именно с программированием, разработки, он не очень высокий. А именно если говорить про людей, про специалистов, которые прям очень досконально знают свою область деятельности, они, как правило, наоборот, всегда готовы помочь начинающему сотруднику. Им выгодно обучать других людей, делиться с ними знаниями, чтобы вокруг них образовывалась какая-то такая группа программистов очень-очень сильных. Потому что, когда вокруг тебя сильные люди, ты сам сильнее, и проект у тебя сильнее. Это хороший взгляд на мир, но, к сожалению, не всегда так. Но, скажем так, я бы посоветовал Джуну, если он вдруг попал в токсичный коллектив, где его активно нагружают, но, допустим, мало погружают, да, в какой-то процесс, то лучше, конечно, тогда сменить такую студию, найти себе какую-нибудь более дружелюбную, в которой процесс входа в проект и входа вообще во все процессы, он получше организован и более дружелюбный. Я бы даже сказал, что, в первую очередь, Джуну нужно попробовать самому поговорить со своим лидом, со своим проектным менеджером, там, руководителем, сказать ему, что вот я бы вот хотел попробовать себя в чем-то более серьезном, хотел бы расти, попробовать саму сначала пойти на контакт, потому что люди бывают разные, возможно, нужно просто человека, который стоит выше, маленько подопнуть. И если уже в этом даже случае какого-то общения не происходит, то уже, да, может, наверное, задумываться о том, чтобы коллектив даже и покинуть, и найти себе более подходящее место. Костя, а вот ты же, наверное, юнити разработчиков взял на работу штук 50 за свою жизнь, да? Было дело. Или сколько? Вот чем они у тебя обычно занимаются? Вот как рабочий день проходит у юнити разработчика джуниора? Хо-хо-хо-хо. Ну, я просто сдерживал себя, вот попытки сказать пинают балду. Это было бы слишком токсично. Да, да. У нас сегодня токсичные выпуски. Это хорошо. Мы еще устроим холивар. Я чувствую, что наши слушатели хотят и ждут от нас холивара. Почему же юнити, а не анрил? Давайте. Да, 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 да. Этот вопрос мы еще поднимем. Давайте засрём. Но, да, сначала мы ответим на вопрос Вячеслава, потому что он действительно очень на практике полезен. Собственно, что же делают эти замечательные люди, что нам от них ожидать? Вот, когда человек приходит на новую позицию, неважно, там, геймдиск, программист, артист, вначале все равно приходится изучать проект. Просто, да, с разных точек зрения. Геймдизайнеру, конечно, больше нужно посмотреть на механики, изучить продукты конкурентов. Вот он будет копаться во всех этих играх, обыгрывать их, рисовать всякие циклы и так далее. А программист будет изучать внутреннюю инфраструктуру собственного проекта. Что у нас там? Гид у нас стоит. Ага, где у нас все это скачать? Какая у нас там версия юнити? Какие у нас особенности репозитории? Там вот все какие-то эти мелочи. Пообщаться с коллегами, какие мы библиотеки подключаем. Не знаю, может, мы на болте все это вообще пишем. Хотя, надеюсь, что вряд ли. Надеюсь, почему? Потому что болт, конечно, штука классная. Вот для гиперказуалок вообще незаменимая. У нас, кстати, есть курсы. Вот помимо нашей программы менеджмента краевых проектов, есть курс по обучению разработчика гиперказуальных игр на сайте вышки. И там вот как раз учат визуальному программированию на болте. А что касается больших программистов, серьезных таких, которые уже прям, скажем так, состоявшиеся дядьки, им визуальное программирование не так сильно нужно. Поэтому они в первую очередь, конечно же, общаются с своими коллегами, чтобы понять, как все здесь происходит. Знаю, что многие программисты, как мы уже сейчас от Антона с Женей выяснили, люди не сильно любящие своих коллег общаться. Поэтому часто они такие, дайте-ка мне лучше ссылочку на Вики. Confluence, я сейчас все прочитаю, посмотрю, все установлю, игрушку сам поиграю, код посмотрю и так далее. И действительно, я согласен, что есть, конечно, всегда с программистами такая проблема, кто-то там бывает с легкой надменностью. Но есть же политика компании, есть же корпоративная культура. Вот мы с Славой работали в разных компаниях, нам очень повезло поработать вместе. И мы видели, насколько все сильно зависит от руководства и от политики компании. Если у вас крутой PM-продюсер и топ-менеджмент, которые говорят так, типа, чуваки, какой бы ты там ни был классный, но никакой токсичности у нас не позволено, это очень здорово, всем работать комфортно. С другой стороны, конечно же, это не оправдание для каждого человека. Типа, а вот это топ-менеджеры, это они нам разрешают быть токсичными. Нет, как говорил Евгений Евтушенков, то, что рыба гниет с головы, это оправдание хвоста. Так что не будем... Я думаю, Олег Доброштан сейчас по этому поводу задвинул. Можно я пока по горячим следам? Давай. Ты вот описываешь вход, на самом деле описываешь скорее мидл сотрудника, потому что я не представляю, чтобы джуниор такой приходит первый день на работу и говорит, так, покажите-ка мне ваш гид, а Вике покажите, сейчас я почитаю ваш проект, быстренько разберусь, что здесь качать. Джуниор просто сидит и нифига не делает, офигевая. Да, поэтому, собственно говоря... Женя, а что делает тогда джун? На самом деле, первый день, конечно, на самом деле всех садят и говорят, что вот в этот проект, там, скачай из гита проект, посмотри, но на самом деле джун, конечно, первое время сидит в шоке от того, что там он видит, происходит, и поэтому ему дают обычно какой-нибудь микротаск, до которого, скажем так, руки у которого... Ну, баг, вот, кстати, да, Антон говорил, что баги вполне реальная история, потому что, во-первых, это обычно такой таск, до которого не всегда успевают добираться старшие коллеги, во-вторых, на какой-то баг или микротаск можно потратить там, условно, день-два и позволить джуну покопаться в проекте, посмотреть, что откуда, ну, и, в принципе, дать ему возможность позадавать вопросы. Поэтому я думаю, что там первые дни на проекте обычно начинаются с какой-нибудь, да, мелкой таски. То есть вот наши друзья, которые сейчас слушают подкаст, если вы пришли в новую компанию, и вы сидите, офигеваете, не понимая, что делать, Женя вам только что сказал, что это нормально, не переживайте. Это более чем нормально. Я могу сказать, что даже иногда, скажем так, если проект очень большой, и, допустим, он поддерживался там уже несколько лет, я думаю, что даже более старшие коллеги будут приходить, читать код и офигевать, собственно говоря, от происходящего. Я думаю, они уже от другого офигевают. Это как, я тоже начинал работу с программиста, и когда я смотрел на свой код, который писал в предыдущие годы, я думал, боже мой, кем я был, какой это ужас. Проход, давайте, может быть, копнем чуть глубже вообще саму, ну, саму суть профессии. Вот если мы смотрим на вакансии в сфере программист, ну, в сфере Junior Unity программист, Unity разработчик, то всегда есть опыт программирования на C Sharp. Антон, вот расскажи, в C Sharp Unity, C++, Unreal, что это вообще за звери такие? Давайте с основ начнем, какие-то фундаментальные основы, что это вообще такое? У каждого движка есть свой язык программирования, который он позволяет использовать для создания игр. Так сложилось исторически, что в Unreal это C++, в Unity это C Sharp. Раньше в Unity был еще JavaScript, и, кажется, Lua даже, могу ошибаться. Но было, в общем, раньше больше выбора, но в какой-то момент они от всего лишнего отказались, остались только C Sharp. И сейчас Unity развивается уже именно, взяв в основу C Sharp, старается потихонечку актуализировать версию языка для своего движка, чтобы программисты могли использовать какие-то новые интересные фичи. И вот так оно дальше идет. Но при этом сам Unity у себя под капотом, он написан на C++, тем не менее, да. И как бы все вот эти вот инструкции C Sharp, многие потом под капотом работают на плюсах, в общем. А если я хочу писать сервер на Java, как мне быть? Ну, есть сервер, а есть именно клиент на Unity, который написан. По сути, сервер можете делать на чем угодно, это никаким образом никак не связано, лишь бы было организовано удобное взаимодействие. Потому что все-таки сервер — это отдельная какая-то сущность у вас, и она там по своим правилам живет. Но, как правило, если делается проект на Unity, стараются все-таки писать сервера на C Sharp, чтобы была какая-то кодовая база плюс-минус одинаковая, чтобы было проще с этим работать, с этим разбираться. И программисты даже, которые работают на клиенте, могли там в случае чего забежать на сервер, там какие-то тоже поправить неприятные вещи. Шарпы, они проще, чем плюсы? Вообще вот новичку как с этим быть? Новичку я считаю, что да, шарпы проще, как минимум потому, что в них сложнее наделать серьезных больших глупостей. Потому что все-таки плюсы — это именно такая почти прямая работа с памятью. Там очень легко поскользнуться и наделать очень много плохих вещей. Но, с другой стороны, если говорить про какую-то серьезную коммерческую разработку высоконагруженных проектов, то вот эта вот грань, она стирается, потому что проблемы везде одни и те же, задачи решаются тоже везде одни и те же. И чтобы написать оптимизированный хороший код на C-шар, приходится тоже очень сильно попотеть, очень сильно поизучать то, как работают многие какие-то компоненты, методы, функции, и как вообще язык и его конструкция устроены где-то тоже там под капотом у себя, нужна тоже такая очень большая довольно-таки база знаний. А все-таки к Холивару. Чем Unity-то в данном случае вас привлек больше, чем Unreal? Это случайность была? Или почему вы выбрали такую работу? Можно тогда я начну. На самом деле Unity-то очень простой и удобный движок, и в принципе он был рассчитан изначально как раз на какие-то мелкие, видимо, игры и инди-проекты. Сама Unity не разрабатывает игры, но разрабатывает движок. И сам C-шар в разы проще, чем плюсы. Там много нюансов, скажем так, которые формируют понятие сложность. Не будем в это углубляться, но я думаю, большинство согласится, что плюсы гораздо сложнее, чем C-шар. И Unity пошла по методу, допустим, если сравнивать с тем же самым Unreal. Unreal это хорошее качественное решение для ААА-проектов. Unreal позволяет, то есть он содержит в себе всю инфраструктуру, и там даже уже есть практически все, что нужно сделать для проекта. Там есть практически все решения, которые могут понадобиться человеку, но проблематика в том, что их все нужно изучать и хорошо в них копаться, хорошо разбираться именно в этой парадигме, плюс нюансы работы именно с движком. И все-все-все вот это порождает то, что человеку нужен большой комплекс знаний для того, чтобы стартовать с этим всем. То есть высокий порог входа в Unreal по сравнению с Unity. Там есть парадокс. Во-первых, блупринты как бы дают easy start, но как только ты начинаешь делать более сложные вещи, у меня есть личное наблюдение, я могу быть неправ, но многие инди-проекты на Unreal стартуют с блупринтами и какую-то первую стадию прототипирования проходит очень легко и хорошо. Ну, то есть многие команды имеют вкусно выглядящий продукт, который можно там запичить, показать кому-то. Но как только это переходит в стадию активной разработки, просто люди понимают, что у них не хватает компетенции расширять, доделывать, допиливать продукт и перевести его к какому-то коммерческому. То есть там есть такое понятие сложность проекта, и сложность там растерта просто, я не знаю, в геометрической прогрессии, и люди просто не справляются. Поэтому, на мой взгляд, это одна из причин, почему много Unreal-проектов в инди не доживают до конца. А если мы берем, допустим, Unity C Sharp, то помимо минимальных знаний Sharp'а, тебе по факту ничего не нужно, потому что у Unity большая экосистема и практически большинство решений на любой вкус, цвет и запах есть на просторах интернета. И, соответственно, эти решения можно как-то кусками, порциями копировать, использовать в своем проекте, оно будет работать, и, в принципе, с этим можно даже дожить до финала, потому что это решение достаточно изолировано. Скажем так, такой мой взгляд на эти вещи. Поэтому, мне кажется, что именно легкое изучение Sharp'а, Sharp'а очень легкий язык, на самом деле. Очень легкий язык. И большинство готовых решений это прям то, что делает Unity очень простым для входа. И сложность, скажем так, разработки, в зависимости от проекта, она, конечно, тоже увеличивается, но, мне кажется, нет такого скачка, когда ты сделал какие-то базовые механики, потом тебе нужно расширять проект, и хоп, ты встрял. Вот, ну, такое будет маловероятно. Скорее всего, будут все-таки искаться какие-то решения, и можно будет что-нибудь подпилить. Вот давай представим ситуацию. Слушатель, который нас сейчас слушает, он хочет стать разработчиком игр. С чего начать? Открыть Unity или открыть учебник по C Sharp? Ну вот еще пока ничего не нас послушали. С чего вот дальше начинать? Открывать учебник по C Sharp'у или открывать, там, скачивать, открывать Unity и смотреть гайды по Unity? Мне кажется, это параллельные процессы, потому что... Я объясню, почему. Потому что знание Sharp'а, это очень хорошо, но оно не позволит тебе делать игры, потому что все-таки Sharp' и Unity' это немножко разные вещи, потому что все равно движок имеет какую-то внутреннюю машинерию, и тебе ее нужно изучать. И это параллельные процессы, потому что, да, ты должен изучать Sharp, чтобы писать какую-то свою логику, и изучать движок, чтобы понимать, как твоя логика должна работать в рамках движка. Вот. Поэтому только так, параллельные процессы, и знания будут подтягиваться, ты будешь все равно упираться во что-то, периодически будешь упираться в знание движка, периодически будешь упираться в знание Sharp'а, и, соответственно, будешь там буксовать, но решать каким-то образом и развиваться. Слава, есть ответ проще. Прям вот, есть такая программа, я правда не знаю, говорят слушатели наши, называется менеджмент игровых проектов. И там, говорят слушатели, есть такой предмет, как прототипирование игр. И вот на нем показывают, как на Unity все это делать. По отзывам слушателей, опять-таки, я не знаю, говорят, что это очень круто, и прям вот берешь и получаешь свой первый прототип по игру. И C-Sharp тебе, и Unity сразу. Это самый лучший, мне кажется, подход к тому, чтобы начать свой путь в геймде. Невозможно с тобой не согласиться. Ожидал услышать, что после этого курса не понадобится ни знание Unity, ни знание Sharp'а, и сразу после курса сделаешь свою игру, да. Да, и получишь эти знания, без знаний ты никуда, конечно. Хорошо. Окей. А знание Unity, знание Sharp'а, они однозначно, ну, нужны, если ты хочешь быть разработчиком игр на Unity. Что еще нужно? Чего еще нужно знать и уметь этому человеку? Чему еще учиться? Может быть, какие-то личные качества нужны для программиста? Ну, тут очень тонкая грань, о чем мы сейчас говорим. Если этот человек собирается потом пойти работать в студию, или хочет стать просто разработчиком игры и для себя делать какие-то там проектики. А и то, и то. Вначале для себя делать игры, и потом пойти в самую крутую студию и работать там программистом и зарабатывать 500 тысяч рублей за платы. Хорошо, понял. Тогда пойдем по нарастающей. Для начала, для себя, конечно же, нужно в первую очередь любить игры. Да, любовь к играм однозначно. Иметь какое-то представление о том, что такое игры, как они работают, какие игры бывают, какие механики существуют, что я с этими механиками могу сделать, какие из них я могу реализовать, какие механики я хочу реализовать через год, потому что сейчас пока я не умею. И всякие вот такие вот иметь связь в голове обязательно. А почему это важно? Вот большинство программистов, как и некоторые художники, часто говорят, ну типа я же просто код пишу или я просто рисую, нафига мне знать ваши игры. Чем это реально помогает? Вот это тут очень разный просто подход. Если этот человек хочет стать именно просто программистом, который решает какие-то бизнес-задачи, ну возможно, да, ему не требуется знание каких-то игр, какой-то вот этот опыт игровой, но если он хочет именно создавать игры, быть разработчиком именно игр, тем более, если он инди-разработчик один, ему нужно будет делать все самостоятельно, ему необходимо иметь какой-то опыт для того, чтобы учиться, чтобы иметь какое-то представление о том, что он в итоге хочет получить, потому что все мы должны иметь какие-то примеры для подражания как минимум и как максимум для какого-то будущего роста. То есть получается, он чуть-чуть и геймдизайнер внутри себя? Обязательно. Ну вообще в моем представлении, в моем идеальном мире программист должен маленечко быть всем, и геймдизайнером, и маленечко даже художником, и каким-то техартистом, в общем всем. Он должен как-то вот, не знаю, понемножку от каждой профессии себя маленечко забирать все равно, потому что все-таки игровой программист это более творческая личность, чем просто какой-то программист на каком-то более корпоративном решении. Вот обращу внимание наших слушателей, друзья, видите, что Антон говорит? Вам нужно знать огромный комплекс всего, если вы действительно хотите делать игры. Это же круто. Тут я, конечно, не могу не вспомнить опять про наше обучение, потому что у нас большой упор на геймдизайн. Вот, соответственно, получается, что мы еще и программистов можем готовить. Ну классно же. Это я сейчас только только рассказал как бы то, что нужно для себя, когда ты делаешь самостоятельно в своем маленьком домике, в свои маленькие приятные игры. Вот, если же человек собирается идти дальше, работать в какой-то студии, если еще и крупной, работать какими-то серьезными проектами, ну тут, конечно же, в любом случае нужно знание гита, хотя бы базовое. Расскажи же, пожалуйста, что такое гит нашим слушателям? Гит – это система контроля версий, такой инструмент, который позволяет вам ставить некоторые чекпоинты во время разработки вашего проекта, отсекать такие как бы черточки, что вот я сделал вот это, сделал вот это, и возможность в любой момент откатиться к какой-то вот нужной там версии или отменить какие-то изменения свои. И плюс ко всему это позволяет организовать какую-то командную работу, потому что в гите есть такая вещь, как система ветвлений, когда каждый разработчик может в своей какой-то изолированной так называемой ветке вести разработку какой-то отдельной фичи, никому не мешая абсолютно, а потом в какой-то нужный момент, протестировав ее, завершив на день работу, добавить ее в общую ветку, где работают уже все ребята, и тем самым вести такую вот итеративную командную разработку. Надеюсь, как-то вот в общих чертах описать удалось. Вот. Гит. Точечку поставили. Дальше. Нужен английский язык. О, да. Как минимум для того, чтобы читать документацию. Мы живем в таком мире, где документация на английском, много литературы на английском, большое количество образовательного контента тоже на английском. И, возможно, там, джуну или даже там мидлу не требуется какое-то прям очень глубокое знание английского, там разговорный уровень, но, тем не менее, способность читать документацию и не тратить на это там много часов, это необходимый и нужный навык. Поэтому английский язык тоже не забываем никогда прокачивать. Ну, вот, наверное, если вот в общих чертах минимальный набор, наверное, где-то вот такой. Unity, C-Sharp, Git и английский язык. Слушай, а я вот сейчас, например, открываю просто вакансию Unity Junior Developer, да, например, и там вижу разные слова, которые могут даже отпугнуть новичка, например. Вот понимание ОООП на начальном уровне. Что это имеется в виду? Абсолютно. Я тоже бы хотел это добавить, но так был краткий рассказ. Да, действительно, без понимания ОООП очень тяжело идти именно в студию, работать. А расшифруй, что это? Это такая парадигма программирования. Объектно-ориентированное. Ориентированное программирование, да, называется. Это, конечно, не серебряная пуля, потому что в наше время есть много всяких различных архитектур, там тоже самое ECS и какие-то другие решения, они не совсем соответствуют принципам ООП, но все равно ООП это такой фундамент, который позволяет сделать все, что хочется. Без ООП многие системы даже просто не строятся. Это такой стандарт программирования, которым нужно все равно владеть. Даже если оно применяться не будет, разработчику полезно понимать именно эти все основы. А ECS это уже более продвинутый ур, то есть более современный, скажем так, подход, насколько я понимаю? Я скажу, это маленько другой подход, но в последнее время он становится довольно популярным, но он, не сказать, что прям новый. Да? Да, он далеко не новый. А какой сейчас больше в индустрии используется подход? Просто про ECS очень много в последнее время говорят и пользуются. Я бы даже уточнил, что большинство проектов используется архитектурой на основе MVC Family. Это такой паттерн распространенный. Обычно это либо его производные, либо MVVM, либо MVP. В принципе, я думаю, что можно не разжевывать в эфире вот эти буковки, потому что тонна статей есть на Хабре. Если кто вдруг не знает про этот портал, то погуглите Хабр, и там просто тонны, тысячи статей. И в том числе в комментах под этими статьями можно посмотреть, насколько токсичными бывают программы. Слушай, а вот как раз ты сейчас сказал про архитектуру мобильных игр. Следующий пункт, который опять-таки просят у Unity Junior Developer, это понимание архитектуры мобильных приложений iOS и Android. А что вообще такое фундаментальная архитектура мобильных приложений? Что это значит, Евгений? Я бы не стал на самом деле выделять, хотя на самом деле у меня сейчас на DevGam будет как раз доклад архитектуры для мобильных приложений. Да, как раз. Потому что мы разрабатываем мобилки, на самом деле в геймдеф-индустрии в России это в принципе про мобилки, у нас мало крупных проектов. Но я к тому, что как раз разбираться в архитектуре обычно подразумевает именно знать какие-то нюансы производства игры для мобилок, какие-то ограничения, какие-то проблематики и стандартные истории вокруг мобилок с подключением различных необходимых плагинов и так далее. На самом деле, я думаю, что это какая-то стандартная фраза, которую просто HR копирует, наверное, из других вакансий, потому что прям каких-то супер таких вот особенностей у архитектуры для мобилок мне сложно назвать. А если я знаю, как подключать платежку App Store, Google Play, я могу считаться понимающим архитектуру мобилок? Конечно, нет, но ты можешь об этом говорить на собеседовании, что ты уже понимаешь архитектуру мобилок, да. А вот еще одна вещь, которая там написана, она прям пугает сразу умение разбираться в чужом коде. Это вообще возможно разобраться в чужом коде? Это тоже фраза, которую, мне кажется, копируют HR, но вообще, да, это отдельное умение. А это вообще возможно разобраться в чужом коде? Это исключительно от опыта. Если ты уже повидал много решений и, допустим, ты открываешь код, смотришь на название методов, примерную структуру метода, смотришь на данные, которые есть в классе, и уже примерно понимаешь, про что это, что это делает, и куда в целом смотреть, то вот это, ну и называют умением читать код. Это зависит исключительно от опыта, поэтому от Джуна требовать, чтобы он умел читать чужой код, это, мне кажется, слишком. А можно я немножко откачусь по поводу программистов, и что в принципе должны уметь программировать. да, да. На мой взгляд, точнее, я встречал много разных типажей, и про них говорят в целом в индустрии, что есть, конечно же, люди, которые приходят в программирование только за деньгами, их интересует соответственно только код, и они считают, что вот я действительно такой клёвый специалист, я выполняю свою задачу, и получаю за это деньги, меня больше не интересует. Есть такой типаж людей, которые считают, что есть определенные зоны ответственности, что вот если есть геймдизайн, то нечего программистам лезть в геймдизайн. Есть и такое мнение, и допустим, могут в таких коллективах любые попытки программиста, ну или человека из код команды высказать своё мнение, они могут встречаться негативно и как-то пресекаться. То есть такие случаи тоже есть, причём ни в одной фирме такое видел. А на мой взгляд я разделяю как раз условно я разделяю на кодеров и разработчиков. Расшифрую, что я под этим подозреваю. Кодер это такой человек, который действительно считает, что его зона ответственности код, и его интересует качественно сформированное техническое задание, чтобы там было залогировано, заблокировано достаточно времени, он решил свою задачу в рамках описанной задачи, описанного технического задания, и всё остальное его не волнует. На самом деле очень часто распространённый типаж, у меня есть несколько друзей таких, и соответственно у них из-за их мировоззрения у них иногда возникают проблемы, но не суть. А есть собственно говоря некие разработчики это такие люди, которые смотрят на процесс в целом, и мне кажется это очень важно понимать процесс в целом, что ты смотришь не просто на кусок своего кода, а ты понимаешь как он взаимодействует со всем функционалом, которому предназначается этот код. То есть ты должен понимать, что вокруг твоего кода могут быть анимации, могут быть объекты, спецэффекты, звуки, что тебе допустим не просто нужно написать код для игры, надо качественно интегрировать графику, качественно интегрировать UI, помочь своим коллегам, потому что очень часто специалистам из других областей не хватает технических знаний для того, чтобы качественно интегрировать всю вот эту машинерию. и когда ты помогаешь людям на всех фронтах и участвуешь во всех направлениях, на мой взгляд, таким образом ты делаешь более качественный продукт, потому что ты ориентирован на результат. И твой результат не просто, допустим, что твой код прошел тест и он рабочий, а твой результат это как раз игра, качественная игра. И мне кажется, что такой подход более проектоориентированный и ориентированный на то, что ты разработчик продукта, а не программист. Мне кажется, он такой более правильный. И он, да, подразумевает как раз passion, то есть страсти к играм и прочее. Да, спасибо, Евгений. Я искренне разделяю этот подход. И, кстати, если вы как раз уже не джуниор даже, а если вы нас слушаете и вы синиор, лид-программист и вот с таким как раз подходом у многих и, например, находятся сейчас в поисках работы у многих наших слушателей, выпускников сейчас в своей студии. Они как раз ищут вот таких вот классных разработчиков с горящими глазами, которые хотят именно делать игры. И я тоже ищу и... Все ищут. Да, в описании подкаста есть мои контакты, вы мне обязательно напишите. Если вы там хотите как раз с горящими глазами игры делать и там много зарплат, большую зарплату получать, то прям вот пишите. А если вы только начинаете свой путь и хотите в будущем получать большую зарплату, а сейчас постажироваться на энтузиазме в какой-нибудь классной инди-команде, делая нарративные игры, то глубоко нарративные игры, то тогда тоже пишите мне. Вот. Я вас познакомлю с руководителями таких команд, которые только начинают свой путь, но при этом делают игры прям вот для души и для портфолио. В игры вообще играть классно. А, кстати, вот раз уж мы заговорили про любовь к играм, Евгений, а какая любимая игра у тебя? Ой, мне очень сложно сказать, мне нравится очень много. Какое любимое семейство игр? На самом деле на первом месте, конечно же, РПГ, на втором месте шутеры, ничего, скажем так, такого, чтобы прям выходило за рамки чего-то. Я, кстати, вообще по своей профессии я, в принципе, стараюсь. Времени на самом деле мало, но я стараюсь часто играть и я пробую много всего. Из последнего, кстати, мне больше под руку попадаются шутеры. Последний шутер я играл Control. Вот. Мне очень понравился. В целом, я периодически играю в Overwatch, но крайне редко из последних прям РПГ, которые мне понравились, это Skyrim, конечно же, но я в том числе играл в Genshin Impact, если это можно назвать РПГ. Но, тем не менее, мне очень понравился и, допустим, Genshin Impact на меня произвел очень хорошее впечатление и в том числе произвел впечатление, что он выглядит очень вкусно на всех платформах, на которых представлен. Это точно. Я, на самом деле, в принципе, стараюсь каждую неделю пробовать новую игру и смотрю, что есть на рынке. Ну, вот, кстати, если говорить про РПГ, да и даже про шутеры, ты говоришь, что там мобиль, ну, российская индустрия только мобильная. Это правда, на самом деле, ну, вакансии в мобильных играх намного больше, чем вакансии там в PC или консольных играх, но, тем не менее, Pathfinder Kingmaker, РПГ, где наши слушатели, многие работают как раз в этой компании и делают такую, помогают там делать крутым, суперопытным разработчикам, 20-летним опытом делать такую игру. Или, например, Atomic Heart тот же взять, да? В Atomic Heart я не верю, собственно, а насчёт Kingmaker Pathfinder я работал в студии Rookwan, которая тоже делала для западной компании делала похожий проект и она, ну, скажем так, была, в принципе, дружественной студией с AllCat и часть, ну, потом наш проект закрыли и часть наших сотрудников в том числе перешла в студию AllCat, поэтому я про них довольно много знаю. На самом деле проектов, если брать крупные проекты, то проектов в России, ну, скажем так, достаточно, чтобы они были, но недостаточно, чтобы там Junior мог попасть на крупные проекты. Сразу, да, поэтому мобильные игры надо любить, играть в них, это, конечно. И, ну, сейчас и, конечно, таких вакансий в мобильных играх больше, но очень отрадно видеть, что наша индустрия сейчас идёт к тому, что всё больше крупных компьютерных и консольных игр появляется и когда-нибудь, я думаю, будет плюс-минус вакансий, ну, не одинаковые, конечно, в мобильных всегда будет больше, Но, тем не менее, тем не менее, есть возможность стремиться к тому, чтобы работать над игрой мечты, вот, главное приобрести опыт и сейчас сделать своим проектом мечты именно, ну, ту игру, на которую идёшь. Я вообще считаю, что нужно играть в ту игру, которой занимаешься. Я всегда те игры, над которыми работаю, я в них играю просто с упоением и очень люблю, и это, мне кажется, очень помогает в работе. Вот. Антон, а ты в какие игры играешь? Я вообще прям самый настоящий мобильный геймер, потому что с возрастом времени на то, чтобы поиграть полноценно, конечно же, не хватает. Когда я был помладше, ещё студентом, школьником, я играл очень много, постоянно, почти во всё, что видел, но потом времени становилось всё меньше и меньше, и мой фокус сместился совсем окончательно на мобильные игры. Но, тем не менее, я всё равно продолжаю следить за игрой индустрии, смотрю всякие новостные дайджесты, обзоры, стримы, периодически даже сам играю, когда удаётся возможность, но, как правило, возможно, представляется не очень часто. И я больше фанат каких-то таких очень быстрых игр, это всякие шутеры, битамапы, слэшеры, в общем, когда ты можешь сесть, взять где-то часок времени и за этот час получить просто максимум эмоций, драйва и всего остального. Ну что ж, здорово, поговорили прям про любовь к играм, это, наверное, ну, прям must-have такая штука для того, чтобы работать в игровой индустрии, на мой взгляд. Есть те, кто работает без любви к играм, но тогда можно работать и в любой другой сфере, и в финтехе каком-нибудь или ещё где-нибудь. Вот. А, ну, любовь к играм важна. А какие ещё софт-скиллы нужны для того, чтобы понять, что вот моя стезя в геймдеве, именно вот я люблю игры, но ещё не знаю, кем стать в игровой индустрии. Вот какие, возможно, такие, там, не знания и навыки, а какие-то софт-скиллы, да, какой-то там черты характера нужны для того, чтобы понять, что вот именно, ну, стать, ну, ну, кроме любви к деньгам, естественно, вот. Какая, да, какая черта характера должна быть, чтобы вот стать, ну, именно, ну, чтобы подумать именно в сторону того, чтобы стать Unity-разработчиком. Вот Unity-разработчики, они точно много зарабатывают. Это вот понятно, это востребовано, это классно, зарплата высокая, если вы опытный, там, вот, пишите, мы будем вам платить с удовольствием, вот, но, что вот, что в характере должно быть? Если честно, мне не кажется, что софт-скиллы в геймдев-индустрии должны отличаться от какой-то другой индустрии, и, в принципе, как и для любой индустрии, нужна какая-то целеустремленность, и, на мой взгляд, ну, для разработчика главное качество это не бояться ошибаться. Не бояться задавать вопросы. Активнее, вот, Антон ранее говорил, что иногда имеет смысл напрямую подходить к старшим товарищам и что-то у них спрашивать напрямую. То есть, нужно больше и активнее коммуницировать. Потому что иногда бывает, ну, такая ситуация, у меня, по крайней мере, были то, что там джуна сажаешь за задачу, проходит там три часа, а у него ноль. А почему? Потому что человек сидит в шоке, тупит в мониторе, не знает, с чего начать и боится спросить. Потому что тут двоякая ситуация. Это, да, это, кстати, мне кажется, в любой профессии. Да, не надо бояться спрашивать, не надо бояться выглядеть глупым. И, допустим, я не знаю, почему люди, в принципе, боятся ошибаться, но какая цена ошибки? Ну, допустим, тебя уволят. Ну, гипотетически, давайте возьмем самый плохой сценарий. Но это же ничего страшного. Ну так, у меня просто ипотека, четверо детей, вторая жена уже. Ничего страшного. Твоя жена, а то и третья. Ну, Кость, а это не у тебя ли был отважный геймдизайнер, который ничего не боялся и сразу на живой сервер выливал там апдейт, который он там придумал и через криво как-то залил? Да-да-да, был такой геймдизайнер. Мы его очень любили, к сожалению, недолго. Речь не о слабоумии и отваге, вот, да, не об этих качествах, а речь именно о том, чтобы должен быть какое-то отсутствие страха быть глупым, потому что это очень важный момент. Люди боятся выглядеть глупыми настолько, что они остаются глупыми, вот. Поэтому в этом плане нужно быть гораздо смелее, коммуницировать, спрашивать, спрашивать и еще раз спрашивать за счет активной коммуникации и общения с коллегами гораздо проще влиться в проект, гораздо проще научиться правильным практикам и, опять же, на мой взгляд, это не относится к гейм-индустрии или к разработчикам, это к любой сфере относится. Потому что если вы придете дизайнером или художником и там вас посадят рисовать кнопочки какие-то, ну, подойди ты спроси, как эти кнопочки рисуются, куда они там вставляются, в каком формате их куда класть, какого они размера, то есть любую контекстную информацию, которая поможет тебе качественнее сделать твою работу. Потому что в целом ты должен быть ориентирован на качественный результат. И зачастую, прежде чем там кидаться, что-то делать или там что-то гуглить, иногда просто нужно в голове составить список вопросов, тех данных, которые, на твой взгляд, не хватает, пусть даже простых и глупых, которых тебе не хватает для того, чтобы сделать твою задачу, подойти, озвучить все эти вопросы, получить ответы, если непонятно, еще раз задать вопросы и потом уже только приступать к своей задаче. Абсолютно согласен, полностью поддерживаю, но хотелось бы еще, наверное, вставить такую ремарочку небольшую. По моим наблюдениям, мне кажется, что в геймдеве люди работают как-то поплотнее и коммуникации намного больше. Поэтому, наверное, для человека в геймдев-индустрии довольно-таки важно обладать какими-то навыками к общению, уметь доносить свои мысли коротко, ясно-понятно, уметь слушать, уметь как-то взаимодействовать, потому что даже те же самые разработчики, но они очень часто работают с геймдизайнерами, например, потому что от них приходит документация, в документацию могут какие-то вопросы возникнуть, нужно все равно как-то добиться истины, договориться, какие-то вопросы прояснить. С художниками тоже часто общение происходит с тех дизайнерами. То есть в геймдев-сфере вот этих точек соприкосновения, мне кажется, побольше, поэтому навык уметь общаться это очень важный скилл. Слушай, а вот вы сейчас то, что рассказываете, а есть очень дурацкий стереотип, который на моей практике не подтверждается, но вы больше знаете разработчиков, может вы его еще сильнее давайте разрушим. Вот есть стереотип, что программист это бородатый нелюдимый чувак, который у себя в уголке сидит, там ходит и вообще ни с кем не общается и никого ничего не спрашивает. Мы сейчас полностью разрушим стереотип, оказывается, все вот так, только он непродатый. И не в углу сидит, да, на стульчике посередине зала. Может быть, я на самом деле встречал таких персонажей, но в геймдев-индустрии, мне кажется, довольно маленький процент прям таких людей. но к таким иногда бывают люди, которым нужно искать такой условный особый подход. Но в любом случае, даже если при наличии какого-то особого подхода, все равно там первая коммуникация должна быть там максимально простой, максимально по делу и так далее. А там уже, я думаю, ну, и к такому сидящему там в уголке бородатому, я не знаю, который кидается на людей, вы тоже найдете подход. Слушайте, ну давайте поговорим о том, а как же все-таки подготовиться к тому, чтобы стать классным программистом, чего учить, ну вот, возможно, нас слушают люди, которые еще в школе даже учатся и вот рассматривают свою дальнейшую карьеру в геймдеве с точки, я вот, например, когда в школах рассказываю детям о том, что такое профессия, ну какие бывают профессии в геймдеве, там, когда спрашиваешь, поднимите руку, кто там хочет стать дизайнером, кто программистом, кто геймдизайнером, вот именно на программиста чаще всего поднимают руку и давайте расскажем, или уже взрослый человек сейчас уже имеет какое, ну, базовое образование филологическое, техническое, работает в неигровой сфере, хочет в геймдев и вот, ну, рассматривает именно роль разработчика на юнити. С чего начинать? Чего учить? Куда идти? Как чего делать? Я попробовал начать. Первый, наверное, самый главный момент это личные проекты. То есть, чем больше ты пробовал сделать, тем больше у тебя опыта, тем лучше понимания, потому что ничто так не укрепляет твои знания, чем практика самая настоящая. Затем я бы выделил, наверное, книги и статьи. Это такой очень важный кладезь знаний, откуда черпается очень много полезной, нужной информации. Какие книги читать? Это еще просто очень зависит от того, в какое направление хочет человек пойти, потому что программисты, программисты все-таки рознь. Да, да, да. Давай твоим путем, вот если вот по твоему направлению, вот для себя. Вот если бы ты мог вернуться на шесть лет назад, и тогда уже были бы все книги, которые написаны сейчас, какие бы три книги ты себе положил на стол и сказал «Антон, прочитай». Ох, с тремя это, конечно, очень сложно. Ну, давай с одной начнем. Хочется очень много. Но самое главное, я в первую очередь часто рекомендую прочитать книгу Роберта Мартина «Чистый кот». И вообще, почитать как можно больше книг по этой теме, потому что способность писать хороший, понятный код это очень важно для взаимодействия с командой, для новых сотрудников, которые приходят. Это тоже облегчает им очень сильно путь в будущее. Затем есть по гиту хорошая книжка. Это «Про гид», так она и называется. Автора не помню, к сожалению. Но вот в общем можно нагуглить «Про гид». Там про гид можно найти вообще всю нужную, интересующую информацию, даже больше. Очень исчерпывающая литература. И возможно, еще очень полезная книжка. Мне она в свое время очень помогла. Это книжка по agile. Называется agile оценка и планирование проектов от Майка Кона. Чисто потому, что очень полезно, когда ты уже работаешь непосредственно на студии с командой. Ты позволяет лучше понять те процессы, которые происходят, и в них ориентироваться. Вот. А если говорить про какие-то конкретно технические, прям про языки, про архитектуру, тут сложно выделить какие-то конкретные книги. Их очень много, все они чем-то хороши, чем-то плохи. Нужно просто пробовать все постепенно. Ну, вот еще такая фундаментальная очень книжка. Это Джеффри Рихтер CLR via C-Sharp. Ну, это уже такое прям совсем, что преисполнится максимально. Не для новичков, когда ты уже хочешь стать прям совсем опытным Unity-разработчиком, C-Sharp-разработчиком, я бы очень рекомендовал тоже с ней ознакомиться. Евгений, а ты можешь какие-то книги еще тоже подскажешь? Подскажу, но на мой взгляд как раз таки основная проблематика любых учебных материалов для программистов в том, что они пишутся программистами для программистов. В этом есть особый нюанс, поэтому людям, особенно новичкам, порой бывает сложно въехать во все, что пишут в такой литературе, и поэтому я бы поддержал Антона в плане того, что нужно в первую очередь сделать какой-то свой проект, посмотреть массу пошаговых уроков, скачивать, кстати, по поводу учебы. На самом деле на том же есть популярные репозитории, в частности гитхаб. И на гитхабе уже люди выкладывают очень много открытых проектов своих, разработанных на юнити. И некоторые фреймворки, например, там ECS framework entities имеет по-моему штук 15 демо-проектов, которые сделаны. То есть в том числе изучать допустим какие-то первичные моменты можно как по видеоурокам, так и по проектам, которые лежат на гитхабе, то есть просто подглядеть. На самом деле там очень много плохих практик, там очень много плохого кода, и в принципе в видеоуроках тоже очень много плохого кода и плохих практик. Но для того, чтобы погрузиться, понять что-то, как-то чуть-чуть въехать в эту тему, мне кажется, это идеальная история. А когда ты уже немножко дорос и стал ближе к тому пониманию программиста, для которых пишут другие книги другие программисты, то да, тут уже можно почитать в C-Sharp полное руководство Герберта Шилда, можно также почитать помимо чистого кода, можно еще почитать того же автора Роберта Мартина чистая архитектура. Это в принципе для общего видения. Я потом еще поясню, почему важно знать архитектуру. есть также еще библия программистов такая условная Стив МакКоннелл это Код Комплит это по-моему Совершенный Код переводится на книжка Совершенный Код и также дизайн паттерна элементы переиспользуемых объектно ориентированного программ обеспечения. Я просто перевожу с английского я не помню как ее на русский переводят но обычно ее называют можно смело погуглить паттерны банда четырех это мне кажется классика которую всем советуют но тут есть нюанс эти паттерны очень крутые практически там большинство проектов так или иначе из них состоит в той иной имплементации этого паттерна и очень часто вакансиях говорят что знание там ООП паттернов но паттерны сложно въезжать очень часто ты сам переизобретаешь велосипеды поэтому книжку и паттерны лучше перечитывать регулярно потому что в какой-то момент у тебя происходит понимание того что на самом деле написано и соответственно ты повышаешь качество своего кода вот также есть такой известный персонаж Мартин Фаулер у него есть отдельный сайт martinfowler.com он там очень много пишет про архитектуру и он в принципе является одним из евангелистов ООП он в основном там по-моему с джава сектора но также и про шарп он пишет и про паттерны точнее он пишет в целом про ООП подходы и он в том числе сформировал такое понятие или является одним из его евангелистов это понятие как dependency injection внедрение зависимостей тоже можно короче говоря прям советую почитать Мартина Фаулера тоже у Мартина Фаулера по-моему есть еще книжка рефакторинг на нее ссылаются другие авторы по-моему Роберт Мартин тоже можно еще почитать Фаулера рефакторинг там он по-моему тоже в основном пишет про джаву но это на самом деле не важно потому что подходы которые про которые говорит Фаулер они подходят к любому по языку вот как-то так да слушай на сегодняшнем подкасте мы дали самый большой набор книг кажется за все время и набор материалов большое спасибо я бы если можно еще даже книжечку добавил разошел разговор про паттерны есть еще очень такая любопытная книжка Роберта Нейстрома называется шаблоны игрового программирования она достаточно простая в освоении в чтении очень легко написана просто и приводит как раз таки в пример очень самые распространенные паттерны которые используются при разработке игр она используется C++ внутри но тем не менее для понимания это никак совершенно не влияет очень хорошая книжка для новичков я думаю вот самое оно здорово спасибо спасибо большое за такой подробный подбор книг предположим вот человек уже научился да там сделал собственный проект кстати если вы хотите делать первую игру на энтузиазме для портфолио пишите мне мои контакты в описании подкаста вот я вас познакомлю с командами которые я заставляю доводить до конца игры чтобы было портфолио такой образ вот пришли к вам на собеседование вот вы проводите собеседование а чего обычно спрашиваете на собеседовании и какой тест вы его даете давайте с вопросов на собеседовании начнем я вот недавно вообще в рабочем чате поделились ссылочкой где приводили антипример собеседования о прикольно а эта ссылочка она открытая да открытая я поделюсь всеми ссылками скинь ее пожалуйста а эту ссылочку вы можете найти в описании подкаста вот и там приведен перечень большой перечень вопросов которые спрашиваются кандидата и суть в том что якобы все эти вопросы спрашиваются в рамках одного собеседования это очень плохо нехорошо тяжело и все такое но при этом вопросы все эти очень хорошие и на многих собеседованиях все они звучат рано или поздно тут просто стоит понимать что мы хотим от кандидата получить потому что нам важно получить сотрудника который будет понимать что он делает и будет выполнять те задачи которые требуются нашему проекту поэтому из этой статьи можно всегда очень хорошо надергать вопросы чтобы оценить какой-то общий уровень знаний кандидата потенциального возможно их не стоит спрашивать все абсолютно но какую-то часть наиболее важную наиболее интересующую можно вполне заимствовать если бы я был дудем я бы спросил сколько вы зарабатываете но на месте руководителя я спрошу сколько вы хотите зарабатывать такие вопросы тоже часто очень звучат они довольно провокационные многим людям почему-то тяжело назвать какие-то желаемые цифры это как-то психологически давит на них и они либо смущаются и ничего не говорят либо как-то занижают себе планку довольно-таки часто случаи друзья вы слышали не занижайте вот видите вам опытные люди говорят себя не принижайте да но при этом наглеть тоже нельзя а а сколько вообще зарабатывает джуниор юнити разработчик если вот зайти на сайт ингеймджоп и посмотреть зарплаты джуниор специалиста то получается сколько они тут пишут примерно ну примерно штуку баксов ну вот сколько я видел различных вакансий в интернете именно по России если судить обычно вилка где-то находится в пределах от 20 тысяч рублей до 60 если переведите там в доллар это где-то от 250 до 800 где-то вот такие примерно цифры я встречал по крайней мере а это джуниор программист Кость а вот ты вот обычно когда платишь программистам сколько ты платишь о это хороший вопрос потому что на самом деле если я нанимаю программистов на разработку скажем гиперказуалок то очень часто я плачу им за прототип поэтому есть среди программистов частенько такая вот сдельная оплата потому что мы говорим да с одной стороны люди хотят наниматься в большие студии и понятно что там от 1000 долларов и больше это хорошая зарплата ну для джуниора для медла конечно цифра уже гораздо больше но многие начинающие программисты частенько начинают не с больших студий а либо собственной разработки либо с разработки на заказ они делают под какие-то сайты отдельные компоненты на продажу они делают те же самые гиперказуалки и там можно продать прототип за 1000 долларов за 2000 долларов и это кстати хороший вопрос а если вы еще умеете рисовать получается вы заберете все деньги себе либо вы умеете брать ассеты покупать юнити что тоже простой но полезный навык взял купил себе 3d модель склепал гиперказуалку продал за пару тысяч долларов ты молодец и все это ты сделал за две недели и при этом ты джун и вот тут вопрос возникает к нашим уважаемым гостям а вот многие разработчики считают что делать гиперказуалки это фигня они как-то немножко премьережительно к этому относятся как вы считаете поможет ли этот навык работы в юнити над гиперказуальной игрой именно программисту для того чтобы получить достаточно опыта и двигаться дальше мне кажется что на самом деле любой жанр и любое там направление подразумевает все-таки какие-то свои подходы и какие-то свои каноны и на самом деле опять же по поводу тех же гиперказуалок насколько я знаю я не разрабатывал гиперказуалки но насколько я знаю от коллег которые разрабатывают гиперказуалки там не идет речь о качественном коде там речь идет о скорости разработки. И, допустим, эти навыки, они могут быть полезны при прототипировании, но в большой разработке или там в продакшене, который уже длится не первый год, я думаю, что эти знания будут мало полезны. А в продакшене, если многие PM-ы хотят, чтобы вы делали быстро, это не поможет? Ну, нет, потому что быстро очень сильно различается от проекта к проекту. Где-то быстро это неделя, а где-то быстро это один час. А в случае с гиперказуалками в среднем гиперказуалка делается там от двух недель до месяца. Там вообще не идет речь о каком-либо качестве кода. Самое главное там просто, чтобы оно выглядело и чтобы оно в текущем состоянии как-то работало. Потому что у тебя очень большие скорости и там прототипы гиперказуалок очень быстро отсеиваются, поэтому это отдельный опыт. Я не думаю, что он как-то коррелируется с разработкой более больших приложений. А как же тогда быть новичку? Вот если через гиперказуалки можно как бы чему-то научиться, но тяжело прям перейти в большую разработку. Ему нужно делать собственные игры, какие-то пробовать или что же ему делать-то? Ему делать на мой взгляд я могу забуждаться. Это очень важное понимание. Первое. Либо взять очень маленький проект, но не обязательно гиперказуалку, потому что гиперказуалки, они обычно заточены под какую-то одну корр-механику. Вот прям это одна механика, которая максимально вкусная и максимально четко подана. Я бы, допустим, первый проект, на котором можно потренироваться, взял бы платформер, про который мы уже говорили. Почему? Потому что про платформеры всем все известно. Куча из статей. Там довольно простые с точки зрения программирования и реализации штуки. И там можно потренироваться, понабивать руку, в принципе, на архитектуре, на подходах и так далее. И плюс я бы не стал все-таки первые проекты делать как нечто там, вот задача «мне нужно сделать игру и зарелизить ее», как многие говорят. Я бы все-таки делал именно в рамках какого-то прототипа. Я бы просто брал какой-то кусок функционала, пробовал бы его сделать, смотреть, что получилось. Потом бы брал другой кусок функционала, пробовал бы его и без ориентации на то, что вот мне нужен какой-то в этом ключе финальный продукт. В этой истории главное попробовать все фрагменты игры, там UI, там звуки, основную логику, там работа с анимацией, то есть попробовать весь остальной функционал, попробовать там сделать инвентарь, допустим, игрока, там смену персонажей, ну всякие такие штуки, которые увеличат твое понимание и приведут к выработке каких-то подходов и к поиску подходов, которые уже существуют на рынке. И, скажем так, через вот, когда ты разрабатываешь вот такие механики, ты уже, мне кажется, гораздо больше будешь понимать, чем, допустим, когда ты выпрыгиваешь из штанов за две недели и делаешь игру, которая запускает шарик в космос. Вот. Вот они разработчики, предвзятые гиперказуалкам. Вот такой у нас рынок. Дело в том, что во всем надо разбираться. Гиперказуалка это на самом деле сложный жанр. Это сложный жанр, их сложно делать, но они не сложны, скажем так, они сложны для разработчика именно вызов, когда тебе нужно взять и просто, скажем так, фигачить кирпичи, просто накидывать в кучу, и не важно, что там у тебя, дом там, не важно, кривой, косой. Это вызывает выгорание какое-то? Это морально тяжело получается? Я не знаю, мне кажется, я, опять же, я не делал гиперказуалки, но мне кажется, почему, допустим, я лично отказываюсь от гиперказуалок. Для меня это для меня это слишком просто. Слишком просто не в рангах, я понимаю, что на самом деле гиперказуал под капотом это сложно, и гиперказуал, как я повторюсь, это сложный жанр, и многим кажется, что это просто. Нет, это не просто. Но для меня это просто, я бы хотел более сложный проект. Я думаю, что большинство программистов мечтает о консольных проектах, о проектах ТПК, о каком-нибудь РПГ, о таком проекте, который войдет в историю и про который там будут все говорить, там, ну, как Quake, там, серии Elder Scrolls, там, Uncharted и прочее. То есть, мне кажется, что каждый программист втайне мечтает работать над такими проектами, которые так или иначе поставят галочку в истории. А гиперкэжуал это такая штука, в которую сегодня все играют, а завтра уже никто не вспомнит, что это такое. Поэтому вот с этой точки зрения для меня это простой жанр. То есть, не с технической ты имеешь в виду, а вот именно... Да, я на самом деле озвучу в том числе свою позицию. У меня также есть предубеждение против гэмблинга. Я, соответственно, не участвую в проектах, которые как-то связаны с гэмблингом. Ну, я не знаю, это воспитание, какие-то ментальные блоки, но, тем не менее, да. Таких компаний, кстати, очень много. Они, соответственно, обращаются, хантят, но вот как-то гиперказуалки и гэмблинг это не про меня. Ага. Слушай, а вот... Да, кстати, очень похожий на меня. Я тоже это как раз... ГК и гэмблинг не делаю. Но ГК при этом играю. Очень много играю в ГК, кстати, каждый день практически. Тестовое задание. Какое тестовое задание вообще выдается Junior Unity программисту? Давайте, может, прям прикрепим к нашему подкасту пример. Кость, вот ты точно выдаешь тестовое задание. Ну, я как раз последний год занимался ГКшками, но я хотел бы сейчас сказать, что есть специфика, есть большие различия. Да, они есть, но все равно, когда ты нанимаешь программиста, более-менее понятно, о чем его спрашивать. И, конечно же, хочется всегда посмотреть проекты, над которыми он работал. Если есть возможность пообщаться, пособеседовать лично, это еще более прекрасно. можно позадавать вопросы и про код, и про его личные качества, потому что, на самом деле, как мы уже поняли, личные качества для программиста тоже очень важная штука. Сегодня с нами нет Олега, поэтому я немножко поиграю в Олега, позащищаю HR. С точки зрения HR есть такая прикольная методология, которая говорит о том, что всех сотрудников можно поделить на 4 категории в зависимости от двух критериев. Это профессионализм и лояльность. И есть люди, которые профессиональные, но не лояльные. Мы их называем темные звезды. И вот часто программисты бывают такие нелояльные люди, которые типа на все пофиг, я вас всех не люблю, но я типа профессионал. И наоборот, бывают нелояльные, непрофессиональные. Вот от таких людей нужно сразу избавляться, если человек ничего не умеет, да еще и ходит и токсичность разводит. А вот наши основные слушатели, как я понимаю, это люди, которые пока что еще не могут выйти в категорию суперпрофессионалы, но в принципе могут быть лояльные. То есть готовые учиться, готовые развиваться. Таких мы называем студентами. То есть человек, который я хочу, но пока не умею. Вот для такой категории как раз большинство тестовых заданий наше, я так думаю, и будет адекватно. Мы у этих людей будем спрашивать в первую очередь их навыки и готовность много и долго пахать. Тут, я думаю, Вячеслав регулярно сталкивался, что для новичка один из ключевых навыков сталкивался с тем, чтобы долго и много пахать. Да, много страдать. Готовность учиться. Бывало. Если вы не готовы учиться и при этом вы новичок, будет очень тяжело. То есть геймдев это всегда про то, что на старте нужно прям вот вникать, вникать. Да, потом вы немножко расслабитесь, потом вы скажете, типа, я крутой геймдис, продюсер, программист и так далее. Будет попроще. Поэтому вначале все тестовые задания и так далее в том числе проверяют вашу готовность к обучению. Для джуна, разумеется, для медлад понятно уже попроще. Я думаю, мы, Слав, как всегда, наверное, прикрепим какой-нибудь тестовый. Давай, да, давай прикрепим тестовые задания. Антон, Евгений, у вас есть какие-нибудь тестовые задания, которые вы даете? Да, конечно же, они есть, имеются. Я бы тоже хотел добавить, что обычно тестовые задания составляются как раз таки из-за счета того, чем будет заниматься будущий программист на своей работе, потому что сдача тестового раскрыть интересующие навыки этого человека. И как раз таки в своей первой студии и даже сейчас во Фрустгейте имеется по несколько видов тестовых заданий, которые ориентированы на разных кандидатов. Например, бывают люди, которые предоставляют собой большое количество своих готовых проектов, которые можно посмотреть, потрогать, но при этом вот мы видим, что движком он владеет, какие-то там конструкции он знает, но вот какие-то навыки все равно есть какие-то сомнения. И в таких случаях выдаются какие-то там определенные тестовые задания, именно подогнанные под таких людей, которые раскрывали бы какие-то нужные вот именно подробности интересующие. и зачастую вот эти дополнительные тестовые задания, они намного проще основных, которые, они делаются очень-очень быстро, но при этом у них основной удар именно на какие-то вот такие точные вещи. Например, в первой студии у нас был такой кейс, что к нам приходили тоже люди, предоставляли свои проекты, но при этом мы, кроме того, что они хорошо владеют движком, ничего не видели, а нам было важно, чтобы человек владел их различными структурами данных и алгоритмами, и мы делали такое тестовое задание, что просили человека решить задачку на поиск пути. Там было некоторое условие, описанная задача, и основная ее цель это вот найти путь из точки А в точку Б. И даже для некоторых кандидатов было не обязательно делать его в Юнити, можно было реализовать как ему будет удобнее. Вот важно было посмотреть именно как он справится с решением этой задачи, какие архитектурные приемы применит, он какие структуры данных применит, и вот такие вот подробности. На самом деле, я сейчас выскажу, наверное, непопулярную, точнее, я сейчас в нескольких этапах постараюсь ответить. Первое, как говорит Антон, на самом деле очень прикольно, но я с таким не сталкивался. Обычно, давайте я сейчас немножко поговорю про опыт со стороны соискателя, вот, тестовые задания очень странные и обычно они шаблонные. Очень странные, допустим, в одну крупную российскую студию тестовое задание подразумевало, что ты на него потратишь неделю. Потом, допустим, мне тестовое задание, которое, допустим, из которых мне понравилось, которое я делал, это было в Ubisoft, к сожалению, не могу сказать подробностей этого технического задания, но оно там было прикольно, и оно, допустим, было рассчитано на два дня. После такого жениться надо. Да. Но в целом, мне кажется, что если тестовое задание занимает больше там двух-трех часов, то большая вероятность, что его не будут делать. А можно сказать, что вот те, кто его сделал, это прям вот наша целевая аудитория, наши самые хардкорные, верные и прям вот лояльные нам программисты? Я согласен, что это показывает сильную мотивацию и заинтересованность человека. Да, это, соответственно, большой плюс. Но на самом деле с точки зрения работодателя, да. С точки зрения соискателя, ну вот смотрите, человек потратил, допустим, два дня на тестовое задание. Он его отправил посмотреть. С той стороны его смотрят, скорее всего, лид или техдир. У него, на самом деле, очень мало времени. он может это перепоручить, проверить кому-нибудь еще. Может посмотреть сам в свободное время. Может, допустим, бегло по нему пробежаться, не увидеть тех решений или увидеть решения, которые ему не понравятся, завернуть. в российской индустрии не принято давать фидбэк. Да, есть такая проблема. Скорее всего, тебе придет отказ. Просто придет отказ. И то есть человек потратил два дня на то, чтобы другой человек посмотрел за 10 минут и сказал нет. Это очень негативный демотивирующий опыт. Плюс я, на самом деле, очень придирчив к техническим заданиям. Я очень смотрю на код стайл, смотрю на решения и так далее в нуждухе. Я понимаю, что иногда что это пишет Джун, но мне сложно абстрагироваться и, допустим, очень многие технические тестовые задания отрезаются на том, что прям видно, что куски кода откуда-то скопированы. Потому что код стайл настолько различается, что ты просто видишь, что человек откуда-то копировал эти решения, они не согласуются друг с другом и, соответственно, тоже на этом моменте там можно зарубить. К чему я, на самом деле, веду? То, что тестовое задание действительно должно даваться только в том случае, когда... Вот подход Антона мне понравился, только когда, допустим, тебе нужно проверить какой-то действительно фрагмент знаний человека. Вот это вот, с этой точки зрения это оптимально. И, допустим, что если человек тратит на это один вечер. Допустим, в тех компаниях, в которых я работал в последнее время, тестовое задание давали редко. Соискатель. А как же тогда проверить его навыки? На самом деле, если у человека уже есть какой-то, допустим, есть джун, то джунов гоняют по всему. Просто по всему подряд. Обычно у них очень сложное техническое собеседование. и вот тут я, соответственно, слушателям, наверное, будет интересно. Ваш работодатель не ожидает, что вы 100% ответите правильно на все вопросы. Джунов гоняют сложно и тяжело, гораздо сложнее, чем медлов. Синеров вообще не гоняют. Их гоняют с точки зрения проверить глубину их знаний. Поэтому от джуна не ожидается, что он там у него как от зубов отскакивает, и более того, как говорит один известный программист, на самом деле человек, проходя, допустим, 10-15 собеседований, собирает адентированные вопросы и, в принципе, может на 16-м отщелкивать правильный ответ. Просто обучающийся искусственный интеллект. Да. Поэтому от джуна не ожидается 100%. Нужно просто отвечать честно, прямо и, собственно говоря, действительно пытаться раскрыть свои ответы. И когда ты просто навсего смотришь, да, если у джуна достаточная глубина, чтобы его взять, ты просто его берешь на работу. У нас, на самом деле, последний джун, который прям меня приятно удивил, он, на самом деле, был суперактивный паренек. C-Sharp был не его родной язык. Они там учили, по-моему, разные штуки. В основном в колледже учили Python, Python, но он, собственно говоря, участвовал во всяких олимпиадах, участвовал в хакатонах, участвовал в других различных мероприятиях по разработчикам. И, то есть, был суперактивный паренек, который был без опыта в геймдеве. В Sharp у него были большие пробелы, но в целом парниша знал суть. И, на самом деле, он прям очень хорошо влился, был очень активный. Конечно, он писал много в начале говнокода, как это называют. Этого не избежать. Я сам много говнокода писал в свое время. Этого не избежать, но паренек, короче говоря, был в итоге что надо. Он показал просто, что он активный, показал определенный срез знаний. И, кстати, он тестовое задание тоже делал. У нас было тестовое задание сделать какой-то простой матчинг. Вот как раз матч 3 было, и какой-то простой матчинг по цветам нужно было сделать. Я уж не помню деталей. Но он его сделал, но, кстати, даже его тестовое задание я не смотрел, потому что он хорошо себя показал на собеседовании. Даже вот так вот, короче. Ну, мы это опустим. Будем считать, что ты все отсмотрел и подробно дал ему фидбэк. К сожалению, к сожалению, нет. Я, что я, скажем так, хочу озвучить и что хочу донести людям. Чтобы люди не боялись пробовать, чтобы они не боялись отвечать, чтобы они действительно ходили по собеседованиям. Да, можно делать тестовые задания, иногда, в том числе с большой вероятностью, вам придет отлуп и ваше тестовое задание не посмотрят. Такое тоже бывает. Но это не означает, что надо перестать постараться и в итоге все вот эти вот накопленные знания, они тоже вас очень сильно продвигают. Потому что когда вам задают, очень часто бывает на собеседованиях задают какие-то вопросы с подковыркой, задают вопросы сложного технического характера, вы, соответственно, приходите домой, открываете книги, открываете интернет, начинаете погружаться в тему и у вас на самом деле происходит довольно сильный скачок в развитии. То есть это не мои слова, многие говорят, что собеседование это в том числе один из способов сильно прокачать навык в короткое время. Потому что вас очень часто спрашивают именно важные и сложные вещи, которые важны для многих проектов. Классно. Друзья, ходите по собеседованиям, видите, вот вам опытные коллеги подсказывают, как учиться. Я вот даже хотел бы лайфхак такой небольшой дать. Лайфхаков побольше бы. Да, вот как раз вперед, когда я решил очень активно прокачать свои знания, умения, я делал большое количество тестовых заданий просто для себя, я их находил в интернете, в интернете, оказывается, очень легко их найти. Я вот их находил, осматривал, которые мне наиболее интересны, выполнял их, и в момент, когда я уже пошел искать себе студию, я даже не брал их в тестовые задания, я просто отправлял паку этих вот готовых тестов, говорю, вот мои эти его проекты, пожалуйста, смотрите. И в большинстве случаев, да, мне даже не предлагали делать тестовые задания, мне сразу отправляли на собеседование и с техгидерами, и следами со всеми остальными. То есть я миновал обычно очень часто тестовые задания, просто потому что я вот наделал их заранее, и у меня уже был такой пул готовых различных механик, которые можно было посмотреть. Поэтому не обязательно всегда вот делать чужие тестовые задания, можно, если вы сделали какое-то, отправили, вам дали отказ, ну, вы можете попробовать его использовать в будущем, отправить его еще раз куда-нибудь, еще сказать, что вот, посмотрите, я вот так вот умею делать. Вдруг вам подраться. Хороший пойнт, потому что часто это, в принципе, требует продемонстрировать свой код, и прям вот эта история, которая идеально подходит для таких ситуаций. Показываешь просто тестовые задания, которые делал, тема обучения, мне кажется, как раз и станет финалом нашего обсуждения. У нас, кстати, сегодня долгий подкаст, получается, дольше, чем обычно, но так интересно, что оно того стоит. Давайте как раз поговорим, где еще учиться. Да, вот как мы уже обсудили, это свои проекты, это книги, сайты, и еще такие очень полезные, немаловажные вещи, это как блоги, форумы различные, где люди общаются, решают какие-то проблемы насущные, живые. Также есть YouTube, есть большое количество видеоуроков, в том числе бесплатных, свободных, там, конечно, зачастую тоже бывают какие-то не очень правильные вещи, но тем не менее, это тоже какой-то опыт, какая-то наглядность, которая все равно позволяет тебе как-то вырасти. Да прямо на сайте Unity есть видеоурок. Конечно, да, до этого тоже мы еще дойдем, как бы, да, сам сайт Unity, это тоже очень полезный ресурс, это, во-первых, документация, это там тоже есть свои блоги, есть свои огромные обучающие материалы с видеозаписями тоже, по которым можно учиться. Также есть различные онлайн-школы, но тут тоже очень такой деликатный момент, я просто видел пару курсов, которые стоили там по 70 тысяч, я уже не помню от какой именно школы, но, в общем, суть в том, что в этих курсах был материал, который можно было в свободном доступе найти на любом сайте, который учит там программирование Unity, вот все то же самое, и задания, и материал один в один, только вот за деньги, поэтому тоже очень как-то вот какие-то отзывы ищите, какие-то положительные моменты от других людей, кто в этих школах обучался. Также есть различные буткемпы, такие интенсивные, интенсивные школы обучения, где вас там собирают там в течение какого-то времени, двух недель, месяца, натаскивают очень интенсивно там постоянно, и вы уже по истечению срока этого обучения становитесь каким-то уже более-менее таким тертым калачиком небольшим. Также есть различные конференции, происходят постоянно и онлайн, и не онлайн, всякие метапы, стримы проводятся, где тоже приходят опытные люди, рассказывают про свой какой-то опыт, разработки, какие-то интересные кейсы рассказывают, в том числе и для новичков. Плюс, плюс, еще проводятся зачастую геймджемы, тоже очень полезная такая тусовка, где собирается большое количество энтузиастов, и вот если вы как раз-таки энтузиаст и хотите найти себе товарищей по своему энтузиазму, хотите найти себе какую-то команду, чтобы разрабатывать там какие-то свои игры, то вот геймджемы это прям отличная возможность познакомиться с интересными людьми, с единомышленниками и дальше как-то строить свой путь, отталкивать от этого. И также, как уже говорили, собеседование, тестовые задания, тоже отличный инструмент для роста, даже многие разработчики, которые уже опытные, давно работают в каких-то крупных компаниях, эпидемии делают себе такие развлечения, что ходят по собеседованиям, просто как вот поддержать себя в тонусе. Поэтому собеседование это не только способ строиться на работу, но еще способ как-то себя тоже раскачать, прокачать, возможно даже узнать что-то новое, в том числе и про себя. И самый, наверное, очень крутой способ, к чему-то можно научиться, это устроиться на какую-то студию, потому что когда ты работаешь над реальным проектом, когда у тебя реальная ответственность, тебя заставляет это активнее учиться, активнее впитывать знания, и ты прям развиваешься семимильными шагами. Особенно хорошо, когда у тебя хороший элит и прощает какие-то некоторые ошибки, помогает, подсказывает, направляет и становится твоим таким самым настоящим ментором. Я на самом деле не знаю, насколько это будет уместно. Мне кажется, что сейчас самый лайфхак, как устроиться разработчикам на студию, Джуном, это не устраиваться разработчикам Джуном на студию, а устраиваться работать техническим дизайнером или техартистом. Да, согласен. Кстати, в одном из выпусков нашего подкаста мы как раз разбирали профессию техартист, это был 20-й выпуск, так что можете послушать наш 20-й выпуск о том, что это за профессия такая техартист. Почему я так считаю? Потому что, во-первых, техартистов сейчас лютый дефицит, мне кажется, и техартистов готовы брать на любом уровне развития, потому что, скажем так, программистов Джунов будут гонять, к ним будут вопросы, тестовые задания, то, мне кажется, у техартистов все может произойти намного проще и, соответственно, можно таким образом попасть в студию, в том числе в крупную, иметь доступ там, условно, уже к базе знаний и уже в целом подрасти потом до разработчика и в том числе в целом понять, насколько тебе интересна та или иная область. Мне кажется, если мы говорим про джуниор разработчика, то, знаете, раньше в игровую индустрию попадали через бета-тестеров, то, мне кажется, сейчас гораздо проще попасть через техуда. Да, вот, мы тут маленько задели уже смежные специальности, я бы просто хотел еще в чем-то добавить, что есть такое заблуждение, что можно стать разработчиком через тестирование, прийти тестировщиком и с тестировщика потом вырасти в программиста. Мне кажется, все-таки маленькое заблуждение, потому что, приходя тестировщиком, ты почти постоянно занимаешься какими-то вот проблемами именно тестирования. Ты не пишешь код, ты не работаешь с кодовой базой как таковой, ты именно там тестируешь. Максимум, что тебя сближает с программированием, это, возможно, написание каких-то автоматизированных тестов, но они, как правило, там происходят через какой-то мета-язык, даже не с кодовой базой проекта это все дело работает. И люди в итоге в этом так и остаются дальше. Они не вырастают в программистов, они просто становятся более крутыми тестировщиками. Поэтому, если вот хотите стать именно разработчиком, программистом, то да, можно попробовать зайти именно с позиции тех дизайнеров, тех артиста, технического, там, гейм-дизайнера даже. Но вот именно думать, что зайти через тестирование, возможно, будет ошибочно. Можно там так и остаться навсегда. А можно и не остаться. А можно и не остаться. Можно и не остаться. Кстати, тоже такой часто еще момент, что я сам часто видел, когда тоже был техледом, когда набирали сотрудников, приходили бывало ребята, работали какое-то время и понимали, что гейм-дэв это не их совершенно. И через какое-то время они просто уходили, там кто-то уходил в веб-разработку и они там до сих пор работают очень счастливы. Кто-то вообще передумал быть программистом. И такое часто случается, что ты себе строишь какие-то представления, профессии, потом, когда у него попадаешь, вот этот твой мир, розовые очки маленечко разрушаются, и ты уже думаешь, что это все-таки, наверное, не мое. Возможно гейм-дэв, возможно программирование, и уходишь из этой профессии. Такое тоже, конечно, бывает, но обычно все-таки гейм-дэв хорошо так это втягивает, потому что делать игры на самом деле интереснее даже, чем в них играть. Я много профессий попробовал, и здесь, ну и гейм-дэв это небо и земля по сравнению со всем остальным. Это потрясающе интересно, потрясающе вот прям вот завораживает эта работа, поэтому больше все-таки там кратно, я думаю, 90% тех, кто наоборот прям вот затягивается, ну и там процент, ну там. У гейм-дэва есть очарование, есть харизма, потому что это все-таки магия, все приходят создавать миры, вот, и это действительно магия, потому что благодаря разработке игры ты получаешь некий кусочек сказочного какого-то мира в какой-то другой вселенной, которая может жить по каким-то правилам. Мне кажется, это действительно, ну, какой-то особенный вид магии, вот, и этим он и затягивает, поэтому в гейм-дэве очень много людей, которые работают именно потому, что им нравится именно гейм-дэв, и они туда сознательно пришли и остаются там. Выгоревших людей в гейм-дэве, конечно, тоже есть, их достаточно, но в целом, я думаю, что в гейм-дэве люди работают и довольны тем, что у них происходит в жизни и вокруг. Да, у меня тоже есть такая тоже история личная, я тоже пора успел маленечко выгореть и думал о том, чтобы сменить сферу деятельности, и так всегда очень посматривал на веб-разработку, в какой-то момент я решил туда пересесть, и поработав именно вот в этой сфере, я прям внутри ощутил, что гейм-дэв это вот настолько мое, настолько я пытаюсь убежать от своей какой-то сути, что в итоге вернулся обратно и бесконечно счастлив в том, что я здесь оказался каким-то образом и могу здесь находиться, делать какие-то очень значимые вещи и самое главное творить, потому что именно гейм-дэв позволяет творчески подходить к делу, что ты не просто такой-то рядовой программист, ты вот именно какой-то творец все равно в какой-то степени. Что, давайте, может быть, какие-то напутствия дадим тем, кто нас слушает сейчас, какие-то добрые напутствия, что тем, кто только собирается в гейм-дэв и смотрит на профессию юнити, ну, юнити-разработчика, что можно было бы пожелать? На самом деле целеустремленности, мне кажется, главная целеустремленность, больше своих личных проектов, больше попыток, больше творчества, экспериментов и действительно пытаться как-то коммуницировать уже с игровой индустрией, как уже говорили выше, что можно и гейм-джемы, и конференции, и действительно сходить куда-то на обучение, все-таки social networking он работает и надо, да, погружаться в эту историю. Я больше как-то любитель всяких различных цитат, коротких, ёмных, умных слов, и вот у меня есть две полезные цитаты, которые зачастую даже мне лично помогают в какие-то моменты, когда я устаю, скажем так. Первая цитата меня ей научил один мой товарищ, какое-то время даже коллега по гейм-дэфу-3, звучит следующим образом. Дорогу населит идущий. И вторая фраза принадлежит уже Генри Форду, он говорил, если вы говорите, что можете, вы правы, если говорите, что не можете, вы тоже правы. И в целом я бы хотел тоже еще сказать, что Евгений сказал очень важные слова, что не нужно никогда бояться, не нужно бояться ошибаться, не нужно бояться показаться глупым, не нужно бояться спрашивать, интересоваться, не нужно бояться стать лучше. Это самое важное не только в гейм-дэфе, вообще в жизни в целом везде во всем. Прям позитивная нота какая-то. Да, спасибо большое. Ну что, Кость, давай финализируем наш сегодняшний выпуск, что скажем? Я думаю, во-первых, раз у нас таким мейнстримом сегодняшнего всего выпуска прошло обучение, обучение работе программиста, конкретно на Юнити, то я бы предостерег, пожелал и всячески попросил наших уважаемых слушателей быть внимательными. Не платить, не тратить лишние деньги за сомнительные там активности, да, вот сегодня был прекрасный пример заплати 70 тысяч за бесплатные уроки по Юнити. Вот, нет, все-таки, друзья, читайте, слушайте отзывы ваших друзей, ваших коллег, которые действительно уже проходили все эти курсы. Смотрите, насколько это реально вам полезно. У вас ограниченное время. Да, может быть, потерять деньги и не так страшно, как потерять время. Ну, простите, деньги это тоже часть времени, которое вы потратили на то, чтобы их заработать. Поэтому выбирайте правильное, хорошее образование, самообразование, хорошие программы, которые действительно позволят вам попасть в геймдев. У нас сегодня же подкаст называется «Хочу в геймдев», и я уверен, все из нас либо работают, либо очень хотят этого. Именно так. Вот. Вячеслав вам врать не будет, он подтвердил. Сегодня мы поставили рекорд в длительности нашего подкаста, потому что очень интересная тема профессии разработчик игр на Юнити. Смотрите наши подкасты, изучайте различные профессии, идите в ту профессию, которая вам ближе всего. Обязательно учитесь, приходите к нам на обучение, которое начинается 27 мая, менеджмент игровых проектов, и потом раз в полгода тоже. Получайте новые знания и работайте в той сфере, которая приносит настоящее удовольствие от работы в ней, потому что геймдев это прям вот, на мой взгляд, это работа мечты. Так что, как это? Хотите в геймдев, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и обязательно пишите в комментариях, пишите в личку ваши пожелания, ваши предложения по спикерам, по новым темам. Мы всегда будем этому очень рады, мы всегда любим ваши комментарии, и давайте вместе поблагодарим наших сегодняшних гостей. Антон, Евгений, спасибо большое, что уделили время и поделились такой интересной информацией про эту замечательную профессию. Всего доброго. Да, всем спасибо, всем пока, ставьте лайк. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова